Мы продолжаем серию репортажей, посвященных 75-летию атомной отрасли. В Нижегородской области находятся ключевые предприятия Росатома, от работы которых зависит экономическая мощь и безопасность страны. Так, благодаря разработкам опытно-конструкторского бюро машиностроения Африкантова, Россия обрела независимость от импорта в работе со сжиженным газом. Два года назад президент России Владимир Путин поставил перед отечественной промышленностью важную задачу создать свою российскую технологию производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа. Справиться с этим смогла атомная промышленность. Именно атомщики накопили достаточно опыта и умений для реализации этих амбициозных планов. Так, нижегородские конструкторы из АКБМ Африкантов начали свою разработку насосов для производства сжиженного природного газа. Раньше были только импортные. Сейчас в разработке находятся три новых типа насосов для крупнотоннажного производства и для строящегося в Санкт-Петербурге стенды по испытанию динамического оборудования на сжиженном природном газе. Это уникальный стенд. Единственный в Европе будет стенд. Насосы для СПГ предназначены для перекачки сжиженного газа на танкеры, которые потом будут доставлять топливо заказчику. Стоят насосы на глубине порядка 60 метров и перекачивают газ при ультранизких температурах. В этом и была основная сложность разработчиков. Создать такой механизм, который будет работать в суровых условиях и криогенной среде. Приходится учитывать то, что зазоры, которые мы собираем в тепле при температуре минус 20 градусов, они будут меньше гораздо при температуре минус 164, минус тем более 196 градусов при испытаниях. Поэтому все приходится учитывать, чтобы не происходило заклинивание насоса и происходила нормальная работа. Между тем, конечный результат зависит не только от разработчиков и конструкторов, но и от специалистов по цифровизации. Они все работают в тандеме и нацелены на одну глобальную задачу. Мы действительно занимаемся и разработкой собственного программного обеспечения, и внедрением современных цифровых продуктов, которые позволяют нам достигать одной из ключевых стратегических целей отрасли, а именно сокращение сроков протекания процесса и сокращение себестоимости продукции. Кстати, сейчас в Санкт-Петербурге нижегородские кориогенные насосы проходят испытания на еще одной уникальной установке, разработанной атомщиками – специальном стендовом комплексе. В России он единственный, а в мире третий.